здорово работяги вопрос где я расставил сам собой где ты в студии звукозаписи если говорить так попав и снова а так это студийная банда по-домашнему тут пацаны все я в тапочках мне подарок оформили сразу кудачок я переоделся в него мне дали роль маленькую пока не рассказывай сейчас это будет в процессе все рассказывается да 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 и вы будете смотреть как записывается и смотреть как режиссура происходит как ты там в будке сидишь на стульчике и тебя бьют в общем нормально ты будешь стоять конечно а ты думал я видел такая стойка как майнкрафте понял как называют кафедра сейчас вы не прочь я покажу как роботяги тут работают постеры это откуда это из-за таких странах фанаты делали приносили вот эти вот все постеры которые собственно они здесь висят это все проекты которые официально были нами озвучены ну по крайней мере я не люблю аниме но я это озвучил да хуй аниме реально я прикиньте аниме поддерживает кучу только мы говорит еще озвучим а как пришла идея такой говорит давай приедем слушай на самом деле пришла идея просто моментально я сидел у тебя на стриме как обычно сижу смотрю хер хер кто увидит мои сообщения хер кто это ты соответственно поскольку мы сейчас взялись только вот озвучку киберпанк аниме аниме сразу подчеркиваю так уже все посмотрели чем прикол что у нас просто мы делаем полноценный дубляж мы делаем с профессиональными актерами очень многие актеры из игры типа например ни в одной озвучке нету официального голоса там адама смешера который из игры у нас тут тоже есть у нас петр гланс или я бледный или людмила или на в игре и вот это вообще неплохо так я тебе о чем говорится пересмотреть голос джеки у нас тут наша озвучка не то что конечно я такой пафосный ублюдок но наша озвучка по сравнению с остальными это разъем самое важное потому что вот этот жанр типа киберпанк но он невозможен без где там вы про цензуру говорите речку словесно нельзя натереться просто и когда мы работаем с официалами стал такие хер не 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 фигня тупая тв-шные стандарты то есть проклятие я сколько работал с на ты сам всегда говорили типа херня не 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 персонажи я тебе подобрал крайне знаешь шилом в жопу поэтому это точно не я не понятно что не ты придется значит быть таки готова давай поработаем уже вот ислам сидит чат записывает порно какой-то немецкая а вот здесь будешь работать еще можно снайпить снайпе конечно чё все профессиональные кого те камеры которые тебя будут сейчас снимать давай режиссер с гол переключаем а вам у нас вот такой звук здесь будет ребята к сожалению или к счастью не знаю короче на абсахера узнает может действительно нормально и где мне видно а вот тут короче донаты будем сегодня делить очевидно поэтому сюда вот когда вспоминаешь на какой красавица великолепный мужчина настраивает камеру он слышно это чё галочка такая есть чтобы через у бс отдельно донаты тише делать прикинь чел я еще чуть покажут есть сколько я вообще не видел или галочки прикинь так чем не делать скажите а как ты хотел такова жизнь ты можешь у нас вшиты субтитры поэтому ты можешь работать по просто чтобы так тебе полегче было один горн согласился да да я братан все все теряешь невинность в прямом эфире а чё тут такой микрофон я вот яйца чешу и оно слышно потому что это хороший микрофон тлм-102 это тебе такой микрофон егор надо вот так говорить да нет а какой у меня герой что делает а вот сейчас мы тебе его покажем ты пока это самое охладить твоего героя зовут хулио сейчас мы тебе его покажем сейчас пока просто смотри и можешь вместе с ним шепотом поговорить сразу сда даю вводные персонаж входит в команду наемников и это такой молодой шкет который пытаться пытается казаться крутым и пытается быть своим в доску то есть обчете тут хуйло написано но это так и задумано для меня типа ничего личного все ладно поменяй зеленого цвета имба те так получше будет да но нормально а кто это кряхтит этот штанишки еще менять не надо полю нет я гей не егор это короче ну ты не того человека выбрал почему нет нет это ленксингтон лексингтон это название пистолета в киберпанке в некоторым который пиздит или нет нет пиздит это скипи но сейчас посмотрим что у тебя с речью как раз будет может что для себя но у меня дефекты но дефекты они есть у всех просто у всех всегда по-разному так давай попробуем тестово а вот эту реплику записать первую с чего ты взяла смотри чисто по задаче он обижается на нее за то что она говорит штанишки еще тебе не надо менять типа чё ты не засал еще я хочу писать сейчас прямо до сейчас нет а все уже 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 поздно а еще тут жарко бля да ты там чё сейчас они работают ганди у нас мы включили да он по ногам а в голову нет приглашенная звезда да с чего ты взяла она поел я такой не сделаю просто но смотри подкладывай под эту фразу типа какого боже я не обоссался нет вот это подкладывай мысль просто но можешь если тебе действительно так будет проще эмоция тут яркого недовольства и возмущения типа ты охуела что ли до чего ты взяла чё я не я не обоссался поэт попробуй попробуй егор ты на меня давишь я просто наваливаю космосу а как это читает чувак то просто я поднимаю тосты бы никогда не поздно пошла нахуй давай начнем с простого давай давай подыши за него вот видишь он поскольку мы делаем полноценный дубляж нет нет он просто сидит и погоди еще и дышать надо да а ты думал сейчас полноценный дубляж я гей он все еще дышит ты видишь он еще ничего не говорит я ебал он задержкой блять это не мы на его рот и балла там два fps и рот открывается у типа и все так вот ты вот и в этот рот главное постарайся попасть чтобы додышать до него так ребят ну короче сейчас то я дышал норм ну пока рот не открыл типа ну норм же было с этой задачей я справлю что теперь хорошо дыхание вот это уже мы оставляем это уже победа вов ты уже молодец ты сейчас услышишь свое дыхание и продолжи когда появится картинка твоего персонажа до чего ты взяла ага смотри слушай вов х было хорошо было хорошо было очень так ничего до чего ты взяла не подвинь я сок а вот и взяла смотри нет пока не сок пока чего к забродивший сок смотри немножко внутри больше энергии должно быть то есть знаешь вот как типа да так блять то есть а вот 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 эта мысль должна быть подтекстом по факту вот реке в москва но ты можешь еще больше быть внутри эмоциональнее чуть активнее в ебало завали там я не тебе его а ты чё сел что ли он сел ты охерел там что ли стульчик стоит для профессиональных актеров а ты из меня энергию хочешь вытащить а я из вот поэтому нет поэтому я считаю по блять если на эту камеру не смотрю там сядет ляжет сейчас не стой не трогай ничего подожди да на что-то это подожди не просто тебе будет легче если будешь стоять у тебя энергии будет больше да у тебя не это не прикол то что ты такой нахуй ебаный ребят я короче ну кнопку тыкую говорю так здравствуйте всем после дыхания вступаем да после реплики ребеки поехали да чего ты взяла это было хорошо подвинь да чего ты взяла но нормально хорошо вова молодец это было это едем дальше сейчас глядишь так за часа три-четыре и доедем до 4 реплики смотрим смотри фишка в реплики вакака это если ты помнишь бабка до в киберпанке бабка фиксер которая раздает заказы к слову у нас в этом аниме будет оригинальный русский голос я могу даже отключить послушать а да я подтвердила что изабелла бля будет доволен на девочке не царапинки это очень хороший результат не извиняйся незачем мальчишка дурачок мечтал работать с тобой но на деле оказался дилетантом если будет еще работа и не дам тебе знать вот этого не было ни у кого в озвучке этого аниме вот это сейчас просто ты поймешь насколько он даже стоять без антигравитационной технологии не может пустая трата времени а как тебе секс секс не только но типа и я такой долбоеб и ты это все это сразу клипу и течет срочно а теперь еще один да и естественно похоже теперь в тебе больше металла чем плоти для раньше я часто просил помощи мэйна да я знаю он знал толк в командной работе однако порой привязанность команде отвлекала его и негативно влияла на качество работы в этой серии у нас описывали вот это вот маленькую которая вот она со мной разговаривать конечно вот это ей мы заменяем да просто просто активная она тебя спрашивает ты правда фанат дэвида и ты должен знаешь как того ты правда фанат братишкина да да я фанат братишкина ну вот что-то в этом роде ну я не могу стук нет 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 вова без стула ты кстати правда фанат дэвида давай все нормально погодите я завис поехали ты кстати правда фанат дэвида да погоди в смысле откопала а смотри да было хорошее сейчас ну ты это вырежешь просто ха ты думаешь я все хорошее вырезаю да и себе я потом буду дома слушать да пизда смотри сейчас записываем только подожди а в смысле откопала опять же чуть ярче чуть чуть обидься на это но да уже записано поэтому ты сейчас услышишь а есть вот идея давай просто я текст почитаю и вы склеите потом нет ну типа я просто прочитаю везде и вы буквами вот так ну буквами давай просто алфавит начидаешь а б в г сейчас мы ага нейросеть подключим и все заебись будет поехали после да да подожди в смысле откопала у нас двигается это вы не записали дает куни записать вы чё не записали что ли блин а я так старалась ты кстати правда фанат дэвида да подожди в смысле откопала нормально нормально вова молодец давай еще и банем но хочешь если смотри этот этот дубль был хороший мы его пока прикопаем на всякий случай мало ли дальше будет говно вот смотри еще раз опять же после да потому что давай короче лучше всю фразу но всю пожалуйста давай если ты в себе уверен давай поехали да подожди смысле откопала сейчас в целом было тоже правильно но чуть меньше энергии чем нужно то есть как бы она тебя спрашивает и правда фанат дэвида да подожди а в смысле откопала чуть чуть больше энергии да еще раз пишет хорош но мне похер поехали попробуем еще раз да смысле откопала подставь подставь короче там по слову по слову можно нет вернее просто все то что было уже записано вот и бля ну короче понятно говно похуй нижний 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 да подожди смысле откопала да да это это был лучший вариант но я согласен ладно пиздец так едем дальше третья реплика прикинь уже потому что прокачался пушка есть чем пользуешься смотри он видишь у него есть звучок то есть мы не только пишем реплику но вот вот это блядь ты меня звуки сейчас будешь реакция персонажа блядь ахуенно мы это оставим обязательно заклипуем и оставим к тебе обратился самый главный соответственно бля не надо он еще хуятина и знаю точно нет сейчас он уже них на как раз у него уже спиздил этот чип и кто же но не чипа экзо спину да да это уже седьмая серия пушка есть чем пользуешься алло блядь это был хороший звучок не стопнул тогда ну когда посмысле а ты можешь дальше записать я не знаю как это слово называется лексингтон у меня дизлексия дислексия это да это в целом хороший вариант но попробуй ну просто скажи у меня лексингтон нет алло я типа про себя говорю и чего у меня дислексия и чего мне сложно такие слова блядь говорить дислексия в другом заключается да 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 но извините я наебал причем ты меня уже второй раз так пытаешься наебать кстати поехали попробуем пушка есть чем пользуешься у меня лексингтон блядь смотри попробуй для такие сложные это это лексингтон сможешь меня лексингтон лексингтон у меня лексингтон вот смотри соответственно лексингтон это название пистолета это фирма я понял да с ним типа надо сказать слово это а тут эмоция такая типа да конечно что ты спрашиваешь есть у меня пушка у меня лексингтон поехали попробуем у меня лексингтон да 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 вот что-то в этом роде поехали пробуем пушка есть чем пользуешься у меня ленкси у тебя ленинград поехали еще давай чем пользуешься я не вижу какая-то такая хуета я готов давай поехали чем пользуешься у него чертов беру я не смотрю в чат маму ставлю я я вижу у меня камера работает я вот сюда поставил монитор и я смотрю туда лучше смотри на тебя хорошо будет легче просто еще не привык потому что мы сюда обратно да и не меньше будет тяжело очень можно так открыть вот у тебя хорошо же нормально но у меня вот снизу хорошо сверху не очень да у меня лексингтон только неправильно опять сказал но это неважно чем пользуешься у меня лексингтон у меня лексингтон еще можно я прям выделил как-то старайся подожди тебе будет полегче чуть пошире просто сделай ты можешь так не спешить у меня лексингтон а давай давай поехали чем пользуешься у меня лексингтон покажи мне не пойдет а это не пойдет у меня лексингтон них Чуть-чуть не укладывается. Чуть-чуть можешь даже еще чуть пошире сделать. Что значит пошире? Подлиннее? Да, подлиннее. Чем пользуешься? У меня Лексингтон. Не пойдет. А что, такой немножко придурок. У меня Лексингтон. Спасибо, Егор. Ты тоже ничего. Я, да. Я хули его, блядь. Чем пользуешься? У меня Лексингтон. Не пойдет. Не пойдет, и что? Да, да, блядь, это он. У меня Лексингтон. Все, молодец. Нормально, есть, есть. Теперь идем. Давай еще раз. Нет, нормально. Давай, блядь, тхуевый путь сделал. Оставь просто как вариант, чтобы... Хорошо, хорошо, давай, давай. Поехали. Чем пользуешься? У меня Лексингтон. У меня Лексингтон. Нет, это какой... Да, короче, я понял. Если Егор говорит заебись, идем дальше, все. Я поэтому и говорю заебись. Блядь, это сейчас будет полный пи***. Да, да. Стоит только зарядить. О, да. Бам-бам. Бам-бам, блядь, тут у меня в озвучке, сука, три раза. Не пойдет. Против мальстрёма твоя игрушка не по катеру. Смотри, вот увидел, он среагировал на то, что он говорит, типа, не пойдет твое говно. Во, во-во-во, хороший звучок сделал. Тот же самый, только под запись повтори. Поехали. Не пойдет. Против мальстрёма твоя игрушка не по катеру. И чуть смотри, вот сейчас чуть носом выдохни. Когда, видишь, он закрывает глаза по картинке. И, соответственно, такой обиженный... Блядь. Поехали, попробуй. Против мальстрёма твоя игрушка не по катеру. Попробуй. Есть. Молодец. Надышал на три зарплаты. Хорошо. Попробуй это. Я слушаю пока что-то. Да. Бля, ну это легко будет. Это будет хорошо, блядь. Охренеть. Серьезно, чувак? Замени на охуеть. Тоже, знаешь, вот это вот охренеть, это немножко такое, ну, ослабевание в плане лора персонажа. Там вообще в оригинале Чумба, блядь. Чего его удалили, блядь? Это, кстати, предъява будет потом. А это не мы переводили. А кто? Так что мы только текст укладывали. А кто переводил? Тем более, смотри. Ага, не говори, смотри. Не говори. Я ебу, кто переводил, блядь. О чём ты? Ну, хорошо, замени на серьезный Чумба. Не, Чат, ну Чумба же в оригинале была, а? Где? В самом начале, хуйло. Серьезный Чумба. Он же говорит, Сириус ли Чум? Серьезный Чум? Ну, 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 или, блядь, хуй. Просто хз, насколько оно здесь в кассу. Ну, если он так перевёл, он же подбивал сам текст потом. Просто смотри, фишка в том, что по картинке тебе главный герой тогда ответит, хуй, ты мне не Чумба. Если, кстати, обращаться к игре, то там, например, есть такой диалог. Он говорит, а, чё ты там, Чумба? Я тебе не Чумба. Так что этот бы главный герой с тебя ответил то же самое. Так что нормально. Попробуй это. Да ладно, это Сатара? Спасибо, охуеть! Ага, смотри, всё, слова выговорил, это уже хорошо. Не, ну, матные слова охуеть вообще. Но, видишь, смотри, ты на охуеть как раз умер. А он, наоборот, у него... Чё, да ладно, это Сатара? Блядь, спасибо, охуеть! Ха-ха! Ха-ха! Я здесь ничего не озвучиваю. Не, ну, озвучиваю, но небольшого персонажа. А чё я-то? Чуть больше в этой энергии, чуть больше охуеть, что тебе Сатара... Смотри, в чём прикол. После Сатара, ну, я бы хотел склеить, потому что у меня дыхалки не хватает. А, это Сатара? И поэтому я сдох на охуеть, типа. Ну-ка, покажи. Стой, дай я разложу сейчас. Попробуй это. Да ладно, это же Сатара! Спасибо, охуеть! А кто это? А, смотри. Ты сам себя записал? Охуеть пойдёт. Нет, я сейчас просто для себя раскладывал реплику. Это Сатара, спасибо, ты не соединишь, потому что у него по смыкам... Короче, я понял, да ладно, это Сатара, и потом спасибо, охуеть! Да, ну давай, попробуй. Да ладно, это Сатара, спасибо, охуеть! Знаешь, смотри, ты в одну мысль скатываешь, спасибо, охуеть! Спасибо, охуеть! И знаешь, и всё, и закончился персонаж. Больше ещё охуевай, больше рассматривай это оружие! Вот реально, простите, я телефон чей-то прочитал, вот реально, Егор, там предъява жёсткая тебе. Чё там? Куль ты не заходишь, не показываешь реально, извините. А, да. О, кстати! Зашёл бы в такой ебать, показываешь, охуеть! Хорошо, давай я в следующий раз буду к тебе заходить и говорить. Так, спроси у студийной банды, на чём они сейчас зарабатывают или делают всё на чистом энтузиазме? Ну, по факту, на чистом энтузиазме в основном. Даже вот этот проект, да, мы, как говорится, спасибо Никифелине, которые нам помогли с этим проектом. При этом, конечно, всё на энтузиазме. Ну, ребята помогают им? Да, то есть мы озвучиваем, типа, некоторые проекты, вот ту же бензопилу мы озвучили благодаря нашим подписчикам за донаты какие-то, там, даже в 10 рублей донаты нам помогают. Это ваша студия? Мы её арендуем. Ну вот, ещё на этой бабке что-нибудь будет. Ну, естественно, это нехуёвые бабки. Да ладно! Это сатара! Спасибо! Охуеть! По-моему, норм. По-моему, норм. Они сейчас ведут, типа, пизда-то будет. Ага, попробуем, смотри. Тут, как бы, он до сих пор продолжает рассматривать... Егор, давай, ***, входи, чисто. Блядь, пойди уже в него, блин. Нет, меня не надо, Егор, бы. Ладно. Сегодня жопу шампунем мыл, короче, он внутрь попал, ебать, мяч, кое-как. Смотри, видишь, вот по картине. Вот реплика идёт за кадр, дальше показывай, Никитос, включи. Обожаю техно-стволы, они, блядь, невероятно крутые! То есть, смотри, фишка в том, что он тут дальше продолжает рассматривать этот ствол... Ствол... Спасибо, охуеть, Егор! Спасибо, папаша! Я же тебе говорю, чат читаешь, хуеть! Не, я не читаю чат, когда пишу, блядь. Я потом просто теряю, блядь, где? А можете мне, короче, выделить, блядь, строчку, которую я озвучиваю сейчас? А, ты? Да, я потому что я теряю, нахуй. Да, да. Блядь, спасибо, охуеть, обожаю техно-стволы! И, грубо говоря, у себя в руках я представляю ствол. Денис. Go to the gym, как говорится, и потом я тебе принесу 300 бакс. Окей. Погнали, сейчас попробуем. Егор Кринзман. Ой, ой, блядь. Цифры мне... А, у меня цифры твои есть, блядь. А, блядь. Обожаю техно-стволы! Блядь, как долбоёб какой-то такой. Смотри, тут можешь вот эту первую фразу свести немножко в точку. Обожаю техно-стволы! Ага, понял. Попробуй. Обожаю техно-стволы! Блядь, не-не-не, смотри, ты сейчас немножко... Погоди, ты меня сбил, блядь. Я сейчас, погоди, музу славлю, ёпта. А, блядь, так, подождём. Нахуй, ёпта. Смотри, то есть немножко в точку сведи. Типа, блядь, сука, Аргентина, молодцы. Поехали. Обожаю техно-стволы! Ага, и сразу подписываем после этого. Они невероятно крутые! Обожаю техно-стволы! Они невероятно крутые! Нет, тоже говно. Нет, стой, нет. Пример, ебани, сейчас посмотрим. Меняем, меняем. Они крутые, п***ц. Вот так делаем. О, это охуенно. Блядь, ебаный, блядь. Почему нельзя было сразу нахуй так вот? Где матное слово и всё разъёбанно. Для этого, для этого и существует режиссёр, чтобы в случае чего сразу поменять текст, который комфортен тёру. Да, ну потому что они крутые. Они невероятно крутые! Невероятно крутые! Невероятно! Чё за х***я, блин! Вот, а тут, типа, смотри, как раз будет даже для тебя лучше. Обожаю техно-стволы! Они крутые, п***ц, блядь! Поехали, пробуем. После обожаю? После обожаю. Обожаю техно-стволы! Они крутые, п***ц! Ага. Чуть-чуть... Вот это был хороший дубль, мы его пока оставим, но... Попробуй ещё раз вот это, они крутые, п***ц. Немножко не тяни, прям п***ц! Вот это вот не тяни. А мне нравится. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Обожаю техно-стволы! Они крутые, п***ц! Есть? Да. Да, есть. Молодец. Смотрим дальше. Это с меня и выделенность, и... П***ц! Солоник! Ажи! А-а-а! Чуть не бери! Смотри. Ладно, это от себя тяна была. Уже больше немножко себе это говорит. Знаешь, когда ты немножко... Стой, только зарядите! О, да! Бам-бам-бам! Немножко на таком смешке тебя. О, да! Типа, просмакуй это, кайфани на этом. И бам-бам-бам! Раздели. Видишь, он такой, типа, знаешь, направляет куда-то. Бам! Стоит только зарядить! О, да! Ну как, ну... Ага, еще можешь активнее вот этот. Стоит только зарядить! И... О, да! Давай-давай. Поехали. Стоит только зарядить! О, да! Бам! 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 Залолист! О, да! Это было все очень хорошо. По крайней мере, из того, что мы сейчас объяснили, порепетировали, это мы оставляем. Он не напыхал тут, слушай? Да, напыхал. Ты... Покажи. Ну, там очень сильно. Давай перепишем. Покажи. Че, курить нельзя, блядь? Бам! Да, че? Бам! Та пыхает очень сильно. Ага, переписываем только бам-бам-бам. Сделай ровно то же самое, только чуть отойди от микрофона. Ага. Поехали, пробуем. После первого бам можно. О, да! Бам! 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 Ага. Все, смотри, теперь получаешь конкретно от Ребекки. И просто сейчас по картинке, вот видишь, персонаж начинает получать ногами по всему, что есть у него. Можешь прям по экрану работать. Тяни в чат, смотри, я ж вижу тебя. Смотри на экран. На экран верхний. Да я не понял, как мне пи***ть хапнуть. Можешь меня отпиздить, щас запишем? А-а-а! У меня... А-а-а! Я, сука, шутил! Сука! Ну, допустим, как бы сделать? Ну, смотри. А-а-а! Блядь, тише, у меня колени слабые! Че ты, блядь? То есть, ну, по факту, просто, ну, ты можешь себе физикой помогать. Да я это, ну, Егор, ёбнул, блядь, конечно, нормально. Нет, я могу тебе ёбнуть. Нет, нет, нет. Нет, я не хочу, Егор. Я зачем бы и он сам занимался? Давайте ёбнуть. Нет, нет, да не надо, за что, блядь. Ну, а что ты хочешь? Егор, я тебя уважаю, блядь. Я тебя тоже уважаю, но могу и ёбнуть. Нет, нет, спасибо. Давай, пробуем. Реалистичности, блядь. Ты совсем охуел. Давай, давай. Ебанашка. Нет, это, конечно, хорошая была импровизация, но всё-таки ещё раз пробую. Чё не понравилось? Ебанашка просто? Если бы ты сказал этому персонажу ебанашка, она бы выстрелила тебе в голову, не раздумывая. Даааа, блядь. What was this, with this? Ну, по-моему, было там, но... Смотри, тебя же Егор показывал. Он начинает дёргаться, как-то извиваться. Да, но мне казалось, что Егор болеет чем-то. Блядь, я же тебе реально сейчас юрну. Смотри. Ты себе можешь физикой помочь, понимаешь? У тебя же для чего тело существует? Не для того, чтобы просто в него есть, а как раз немножко... Аааа, поуворачивайся немножко, попытайся от этого уйти. Ну, блядь. Давай, ладно. Пробуй, поехали. Ааа, блядь. Ага, это хорошо, это оставь, подожди, у нас там как раз два звучка, и третий вытащи ещё какой-нибудь. Всё, я и говорю, типа там, где-то с дубной. Ааа, блядь. О, охуенно. Нет, нет, охуенно. Ну, это охуенно, лот. Нет, вытащи какой-нибудь звучок ещё, который записанных. Чё, ну, оно здесь, как легко, охуенно. Ну, ладно, я верю. Ах, да, я тоже думаю, может, ему въебать. Ааа, ааа, ааа. Вот, нормально, нормально. Вот, склеил заебись, кстати. Склеил, да блядь, у нас Никитос, на самом деле, если что, ты можешь всегда пользоваться его услугами, он один из лучших звукорежиссёров вообще в целом. Это сатара? Спасибо. Охуеть. Обожаю техно-стволы. Они крутые, пиздец. Стоит только зарядить. О, да, бам, бам, бам. Сейчас, Ребекка. Да. Подождите, подождите. Блядь. Стой, стой, стой. Сейчас мы включим сразу с Ребеккой. Давай, давай, давай. Ебать разъём. Бам. Бам. Подписываем реплику. Тише, у меня колени слабые. Тише, у меня колени слабые. Хорошо, все, все есть. За кадром еще постани, как ты умеешь. Буквально три звучка. Поехали, пробуем. Нет, сейчас немножко получилось три одинаковых. У тебя даже разные получились, я слышу, Алло. Ну, у меня, да. У тебя нет. Охуенно. А теперь, давай, тебя бьют. Давай, давай, давай. Еще. Еще. Ну. Больше верь в это, блядь, Вова. Я не верю. Да, блядь, сука. Идем, блядь. Идем, давай дверь, ребята, давай. Давай, давай, ты хватит, блядь. Ты можешь просто... А, ты, сука, нахуй. Ну, ты мне сказал матом нельзя. Но, ну, ты просто это внутри подкладывай в себя. А, у, у, а, не, у, блядь. А я это все писал, кстати. Да, записано? Я на тебя заявлю, сука, понял, блядь. Фиксируйте, фиксируйте. Идем, давай дверь, ребята, она там прихватит. А, блядь, ты можешь просто... А, блядь. Блядь, по звуку как будто реально пиздил. Поехали. Да. Давай, еще, еще, еще. А, блядь. Ну, я думаю, есть. Еще, еще. Ту. Да, сука, ярче. Да, блядь, я не могу. Все, ладно, ладно. Вот эти два, и он там где-то еще один пукнул. Нормально. Ну, а что, все равно? Сука, немножко. Так, нормально, поехали дальше. Смотри, суть в том, что, знаешь, вот этот человек, которому не терпится уже пострелять. Да все норм, не переживай. Я вообще-то не какой-то там новичок. Да все норм, не переживай. Ага, я вообще не какой-то там новичок. Стой, стой, хорошо пошел, но... Ну, ты не сделал, да. После все норм, не делай паузу. Ты сейчас отделил, типа, да все норм, не переживай. Чуть-чуть это подлиннее сказать, но не делай паузу. Типа, да все норм, не переживай. Я потерял текст просто. А ты не теряй. Окей. Да все норм, не переживай. Я вообще не какой-то там новичок. Да, нормально, 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 Вова, все хорошо. Все, у нас закончилась эта сцена. Сцена одна есть, Вова, поздравляю. Но еще не все. Сейчас у них супергеройское приземление, по факту. Они такие вышли, все такие охуенные. Смотрим дальше. Не, ну это скотч, и си. Эй, вей, не уйди. А, смотри. Да. Смысл, сейчас будет это все у них, как бы, по телефону диалог. Но твой вопрос, типа, мы не будем искать черный ход, но сразу, да, осуждаю. Вот ты сам контекста добавил, сука. Так, бля, в смысле, это реплика такая, подожди-ка. Ладно, как ее надо, как ее, блядь. А, подожди, а можно это вообще слово говорить? Тихо-тихо-тихо-тихо, все норм, все норм, успокойтесь, пожалуйста. То есть, вот, подкладывай вот эту мысль. Погоди, мы не будем искать черный ход? Да, 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 да. Но чуть ярче. А мы не будем искать черный ход? Давай. Поехали, пробуем. Мы не будем искать черный ход? Не, ну искать ши-щи. Есть, было? Да, 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 было, 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 было. Теперь добавь эй. Она этой репликой, не, ну если хочешь ищи, они, типа, знаешь, такие, уже, все, пошли. Они уже куда-то пошли, а ты, блядь, эй, подождите, я с вами. Давай. Просто догоняй. Не, ну искать ши-щи. Эй, подождите, я с вами. Стопуду фломануться через... Чуть-чуть подрежь эту самую паузу. Эй, подождите, я с вами. Слопуду фломануться, да. Нормально, нормально, молодец. Мне нравится. Но меня вот не очень волнует, нравится тебе или нет. Главное, чтобы мне нравилось. Карикатурная задача, карикатурная, потому что, Никитос, включи. Знаешь, есть такая фраза, что ты орешь, как девочка. Вот он должен заорать, как девочка. Давай, я не знаю, что тут подыхать. Но, но это должно быть, естественно, ярко, и, ну, ты под градом пуль. То есть, как бы, ты должен еще держать в голове, что ты действительно может тут сдохнуть. Давай. Поехали, пробуем. Да, я не хочу здесь подыхать. Ага, еще, стой, еще можешь голос повыше сделать прям. А, блядь, не хочу здесь подыхать. Да ладно, окей. Поехали, пробуем. Да, я не хочу здесь подыхать. Да, 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 все, молодец. Да, я не хочу здесь подыхать. Неплохо, блядь, я бы на себя дрочил, блядь, че за хуйня, блядь. Это че за микрофон, нафиг? Это че за режиссер, блядь? Микрофон ему, ну, начинается, блядь. Да, я не хочу здесь подыхать. Блядь, ну, это как будто не я, нафиг. Ну, и молодец, вов, вов. Так и должно быть. Так так и должно быть. Чат не должен узнавать тебя. То есть, как бы, если кто-то не увидит этот стрим, потом будет смотреть эту озвучку и никогда не подумает, что это ты, значит, роль получилась. Вот самая главная задача. Ага. Ну, это я примерно понимаю. Это что, турель? Да, вот, молодец. Поехали. Это что, турель? Ага, зря сделал паузу. Да, я понял. Поехали, пробуем. Это что, турель? Да, есть. Ебать. Ну, он человек вообще. Ага, так, нормально. Я думаю, сойдется. Окей, все. Ну, только ты не через шоб это делал прям. Ну, смотри, вот это ебать, оно за кадром звучит. Такие полуголосы, ну, ебать. Вот что-то в этом роде, да? Понял? Понял, да. А я думал, там такой ебать. Нет. Хорошо, понял. Ебать, он человек вообще. Я пришел сказать, что ты не через шепот сделал пока. Это я? Ты лучше. Нет, это не про тебя. Это про Егора. Смотри, покажи мне. Ебать. Он человек вообще. Вообще. Немножко дикция. Немножко дикция у тебя, немножко слава куда-то. Хорошо, я понял. Я переделаю. Ебать, он человек вообще, я не понял. Это хороший вариант. Теперь попробуем еще раз. Поехали. Ебать, он человек вообще. Ага, смотри, охлади траханьи. Да. Потому что он человек вообще. Сейчас пока не покажут на экране твоего персонажа, вот тут он говорит. Он человек вообще. Ебать. Он человек вообще. А вот эту верни, прошлую, он человек вообще. Он человек вообще. Нормально. Нормально, нормально, молодец. Вот за что я, кстати, не очень люблю аниме. Я вообще не люблю аниме. Но аниме вы сами знаете для кого. Значит, вот у них всегда должны быть озвучены открытые реакции. Вот покажи медленно это. Вот смотри, раз, два. То есть... Погоди, стоп, а где раз-то? Блядь, вот. Раз. Вот раз. Вот два. Ну я понял, разные интонации. Да, но эти два звука. Поехали, пробуем. Человек вообще. Ага. Первый оставляем. Вторая немножко ярко получилась. То есть, чуть подсбрось. Поехали, после первой. Все! Во, хорошо. Вот это я тоже могу записать. Вот это ты... Вот тут ты должен максимально охуеть. С этой мощной мужской спины. Блядь, вы без картинки вообще нормально тут. Мне на самом деле... Яой показывают, блядь. 300 баксов. Вот это жопа. Да, так так и есть. А чуваку 17 лет. Да, а вот, кстати, ты в курсе, что... А пацанчик-то реально вырос, блядь. Да. Я только кончил, блядь, трансфер. Я не знаю, как это, блядь, сделать. Нормально, это хорошо. Это осталось. Блядь, боже. Это разъеб просто. Во, вот это очень сложная сейчас будет реплика. Осталось у тебя всего ничего. Поехали, смотрим. Новый импланты в ноги установил. Выглядит оттуда, оттуда, оттуда. Они очень ленивые, поэтому они... Да, они просто... Ты анимацию не слышал, а реплика одна и та же, просто скопированная. Ctrl-C, Ctrl-E. Самая сложная актерская задача, ты должен вот это вот... Звук, конечно, заш... Это как ОГО? Да, но при этом... Ну, ОГО тут, понятно, текстом это... Но... Вот послушай в оригинале еще раз. Вот. Сделай через это. Пока подпишем только этот звучок. Уху! Не, а... Я понял. Еще ярче можешь. Еще ярче. Типа, ебать! Поехали. Уху! Новый импланты. Ладно, это звучок есть. Дальше идем... Крутяк, видишь, смотри, покажи ему еще раз. Да, лово! Крутяк! Понимаешь, у него... У него... Давай, давай, пока я не забыл. Поехали. Крутяк! Ага, это хорошо, даже... Даже оно... Органичнее, чем вот там, блядь. Да, но у них все переигрывается. Ну да, они переигрывают жестко. А ты сможешь... Ну-ка, отдельно сейчас скажи мне. Чук-чук-чук! Бам! Чук-чук-чук! Бам! О, хорошо, попробуем. Крутяк! Чук-чук-чук и бам! Новый импланты в ноги установил. Ага, теперь, ну-ка, скопируй. Чук-чук-чук и бам! Блядь, нет. Ну и подпишем третий, давай. Да, и давай еще раз третий такой же. Только понятно, что тебе дадут подхват, но не иди за своей интонацией. Чуть ее смени, чтобы... Чук-чук-чук и бам! Чук-чук-чук и бам! Чук-чук-чук и бам! Чук-чук-чук и бам! Ага, есть? Да. Да, это будет уже на фоне. Я просто понял, вы мне ряд пускаете, там дальше уже пошло это кое-чук, да? Ага, это, ну, он же три раза делает. Ага, так, теперь идем в реплику 5.52. Смотри. Принято. Эй, Хулио, стой! Здесь могут быть ловушки. Я помню, нахуй ты мне это покажешь. Блядь, ну мало ли. Посмотрел, понял, что за сцена сейчас происходит. Давай, смотри, тут, знаешь, должен быть актив такой, типа... Все, понял, комната в конце коридора! Такой, я пошел! Принято. Понял, комната в конце коридора! Эй, Хулио, стой! Мне, подожи. Блядь, сейчас. Что? Работай. Принято. Понял, комната в конце коридора! Эй, Хулио, стой! Я пошел! Здесь могут быть ловушки! Бам! Он что-то там еще говорит. Ну, он просто, ну, такинь. Стой, 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 стой! Включи мне еще раз, ***! Он что-то... Блин, в конце коридора. В конце коридора. Он просто два раза повторил. А, ты имеешь в виду... Да, он два раза повторил какую-то фразу. Ну, блин, комната в конце коридора, я погнал. А, ну давай, давай! Я погнал! Давай. Комната в конце коридора! Я погнал! погнал да хорошо молодец есть просто фишка у киберпанка тут они повторяют как бы вот эти ну ты смотрел учите объяснять погнал отлично ну что же сейчас подожди поздравляю владимир поздравляю так сказать первым с первым опытом вы видели он старался мы старались донести мысли по моему все очень удачно получилось мне понравилось что вообще голосу пизда сел голос но он не сел он сейчас очень сильно так болит но я так не встают связки после стрима нет раньше было такое но это может вешать время работа и пиздишь например у меня раньше там по 12 часов хуярил и единственная проблема была только мозоль типа знаешь на языке набивалась из-за зубов нижних но это это у тебя просто это неправильная постановка звуков буков и тому подобное то есть это уже уходить надо в дебри того что нужно брать рассказывать про то куда язык уходит во время произнесения звуков определенных то есть например у тебя свистит с вот я прям слышу и да да и то есть чтобы она не свистела ты должен кончик языка упирать в нижние зубы то есть а как ты с с нету профессии актер дубляжа есть профессия актер театра и кино которые мы получаем в театральном институте и благо вот мне повезло что нам в институт пришел все вот кузнецов это голос геральта из риви тома круза брэда питта киану ривза и тому подобное вот и он нам преподавал озвучку и собственно говоря мы благодаря ему пришли в эту профессию ремесло но все это называется актер театра и кино не конкретно не учат актерам дубляжа на прикольно да да то есть на самом деле сейчас ты просто просто прошел такой даже не сказать базовый курс а просто под определенную диктовку ты сейчас сделал роль и причем для своего уровня которого ноль ну по факту надо в этом ремесле ты сделал некоторые дубли очень достойно и это очень важно понимать чтобы это еще угадал с ролью я бы сказал но просто не на пиздал был но так я проще было как я поэтому я вот когда тебе на стриме это написал то есть как бы я уже предполагал что вот я чисто гипотетически вижу просто я выбрал этот проект на режиссуру мы планировали взять этот проект но это вообще моя первая режиссерская работа и я режиссер только потому что я тут знаю вселенную от и до потому что я и выльяма гибсона читал когда готовился к озвучке игры и соответственно я знаю тут чё кого сатара лексингтон и тому подобное ну и опять же моя задача как режиссера донести актеру мне охуенно что что но но вот то что сделает он потом с твоим голосом то есть насколько это будет затянуто в обстоятельства это сейчас ты услышишь знаешь там такую голую дорожку материал да сухой материал а потом благодаря никитосу это станет полноценным дубляжом это еще будет лучше звучать и и и и и и и